Хочу поприветствовать всех, кто будет смотреть нас в записи. Добрый день, уважаемые коллеги. Осень на дворе, сентябрь наступил, начинается новый учебный год. Опять возникнет вопрос с оформлением списков источников к различным письменным работам. И пришла пора, наверное, вспомнить основы библиографии для небиблиографов. И, как всегда, по традиции, сентября начинаем со знакомства и воспоминаний о ГОСТах 2018 и 2003. Сегодня поговорим немножко о структуре, о тех изменениях и дополнениях, которые были приняты и вошли в новый ГОСТ. Ну и такой небольшой сравнительный анализ. Все мы, конечно, за один день просто не сможем за один час разобрать. Поэтому у нас планируется еще серия вебинаров в октябре-ноябре. В октябре мы будем встречаться каждую неделю. И вот там мы этот сравнительный анализ продолжим. Хотя речь будет идти больше о ГОСТе 2018, но какие-то отсылки к ГОСТу 2003 мы все равно будем делать. Иногда меня спрашивают, а вот есть ли вебинар по ГОСТу 2018, то для тех, кто страны СНГ по ГОСТу 2003, будет ли им полезно? Конечно, будет. Изменения есть, но не настолько уж сильно кардинальные, что вот прям совсем ГОСТ, совсем-совсем другой. Нет, такого нет, поэтому полезное будет. Но с учетом каких-то нюансов, естественно, это нужно будет учитывать, если вы еще работаете по старому ГОСТу. Про вебинары я чуть попозже еще раз расскажу. К этому еще будем обращаться, а пока пройдемся по основным нашим моментам. Напоминаю коллеге, что у нас уже почти больше года. Мы живем по новому ГОСТу. С 1 июля 2019 года вступил в силу национальный стандарт на библиографическое описание. Сокращаем его, называем ГОСТ 2018. Библиографическое запись, библиографическое описание, общие требования и правила составления. Это тот основной документ, которым мы руководствуемся, когда составляем методические рекомендации или оформляем список источников к своим письменным работам. ВКР, курсовые дипломы, рефераты, магистрские ВКР и прочее, прочее, прочее. И до июня прошлого года, до 1 июня 2020 года, несмотря на то, что в действие он вступил в 2019 году, у нас был такой период, почти год двоевластия, двоегостия. Когда у нас параллельно существовала возможность по двум ГОСТам делать описание по новому и по старому 2003. Но в феврале 2020 года выходит приказ Федерального агентства по техническому регулированию метрологии, которым с 1 июня межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1.2003 отменяется на территории Российской Федерации. Он продолжает действовать для библиографирующих организаций, соответственно, для учебных заведений, для оформления статей и списков источников. Ну, если, конечно, издательства, иногда они делают описание требования не по ГОСТу 2008, оформление ссылок, а список источников по ГОСТу 2003 или 2018. Вот на территории стран СНГ старый стандарт действует, на территории Российской Федерации действует уже новый стандарт. И таким образом при составлении списков литератур теперь необходимо руководствоваться этим документом. В первую очередь при составлении методических и разработке методических рекомендаций по оформлению работ, при их актуализации, пожалуйста, убедительная просьба, научные руководители, преподаватели, библиографы, библиотекари, библиографы и небиблиографы, все, кто отвечает за эту работу, обратите, пожалуйста, на это внимание. Потому что, несмотря на то, что уже больше года мы живем по новому стандарту, к сожалению, не везде еще в требованиях и образцах методических рекомендаций этот переход осуществлен. И это создает большую сложность, осложняет ситуацию для исполнителей, студентов, учащихся, магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных руководителей, авторов статей и так далее. Требования могут ссылаться то на один, то на другой ГОСТ. Очень часто, вот в последнее время было несколько таких примеров, когда в одном диссовете были требования. Да, есть отдельный ГОСТ по оформлению диссертаций и авторефератов, но он ссылается на ГОСТ, не все же там учтено. Для оформления списков иногда приходится обращаться и к ГОСТу библиографического описания и библиографической записи. Так вот, в одном диссовете уже перешли и требовали описания по 18-му ГОСТу в нем соотноситься. Аспирант все сделал, все хорошо, замечательно, но изменилась ситуация, и он переводится в другой диссовет и будет защищаться в другом ВУЗе. А ему говорят, что вы принесли за ерунду. Они ссылаются еще на ГОСТ 2003. А какая разница? Ну, 18-й, ну, 3-й. А то, что, извините, в 200 с лишним пунктов списка поменять достаточно много чего есть, ну, это как-то, ну, а что тут такого, да? И вот эта вот путаница, она, конечно, в ней есть очень хорошо для исполнителей. Но и возникает вот этот вот безумный страх, да, из-за этой неразберихи, страх и ужас. Это что мне, еще один ГОСТ учить? Ну, может подумать, что предыдущий мы тоже выучили. Поэтому основная наша задача, ну, вот свою задачу на сегодняшний день, я вижу, это снять вот этот страх и ужас и постараться разобраться с ГОСТами. Не прям сегодня, да, за октябрь мы попробуем это сделать. Страх и ужас рождаются от того, что мы не совсем понимаем структуру, не совсем понимаем, откуда, чего берется и как это использовать в одном ГОСТе. А стандарт же не вносит серьезных изменений, новый стандарт в правила оформления библиографической информации. Его задача-то и состояла в приведении ее в соответствие международным стандартам, на основе которых и были разработаны многие положения этого нового ГОСТа. Да, не спорю, иногда они бывают спорными. Поэтому ничего, вот эта неразбериха существует, существовала, я думаю, еще будет существовать. Поэтому для нас два варианта. Один не очень хороший – это взять новый ГОСТ и пойти качать права. Но не всегда это представляется возможным и уместным, особенно если вы здесь планируете защищаться, иногда легче взять и просто переделать. Но это нелегко, если мы не знаем основ. Поэтому у нас и цикл идет библиография для небиблиографов, где мы будем разбираться, как с этим страхом справиться. Здесь ничего учить не надо. Наизусть и на память стараться запомнить не нужно ни в коем случае. Библиографы тоже люди, и они не помнят наизусть и не запоминают ГОСТы наизусть. Здесь самое главное – понимать, что откуда берется и как и где это применить и когда. И тогда переходить с одного формата оформления на другой, с одного ГОСТа на другой становится спокойнее, проще и легче. Единственное, что потребуется – время. Но для этого важно знать, что где в каждом из этих ГОСТов находится, чем отличается, куда смотреть, откуда брать. Поэтому мы сегодня и пройдемся по ГОСТам, посмотрим, что изменилось. С учетом того, что в 2003 мы уже разбирали, во-первых, во-вторых, мы уже с ним работали, должны знать. Поэтому посмотрим на таком сравнении, что осталось, что изменилось в новом ГОСТе. А вот более подробно со структурой библиографических описаний записей, особенностями их составления, оформления, с примерами, с разборами более подробными, мы уже познакомимся с вами на серии вебинаров октября. Кстати, про ссылки у нас тоже будет такой цикл вебинаров в ноябре по 4 вебинара. 4 в октябре, 4 в ноябре. Каждую неделю мы как раз подробно все эти вопросы с вами будем разбирать уже на сегодня более такое теоретическое занятие. И про ГОСТы. Поэтому сразу переходим к ГОСТам. Если какие-то вопросы есть, коллеги, по тому, что у нас будет в октябре-ноябре, вы мне в чат тоже просигнализируйте, я вам в конце покажу, какие у нас темы нас с вами ждут. И про обозначение. Ну, вот этот слайд чисто информационный по названиям ГОСТа, что обозначает эти аббревиатуры для общего развития. Я этот слайд вам оставляю. Можете посмотреть, использовать. И какие инновации нас все-таки в новом ГОСТе ждут по сравнению с ГОСТом 2003-м. Ну, несколько таких основных моментов. Во-первых, присвоен статус национального стандарта впервые. Изменения произошли в области терминологии. Добавились новые термины. В принципе, это и хорошо, потому что они дают возможность нам использовать эту терминологию при составлении описания на некоторые виды ресурсов, которых раньше не было. Большой пласт, который затронули изменения, это области описания. По составе, по структуру, по порядку следования. Небольшие вещи есть в области сокращения. И добавилась большая часть проэлектронные ресурсы. То, чего не было в ГОСТе 2003, пришло в ГОСТе 2018. Теперь по описанию электронных ресурсов стало немножко проще, хотя местами немножко сложнее, потому что добавляются новые виды ресурсов. Конечно, все в одном ГОСТе учесть не всегда получается. По областям применения стандарта произошли тоже небольшие изменения, но, опять же, в нашу пользу. Появились дополнения, изменения формулировок. Вместо слова документ теперь используется слово ресурс. И добавились, вот если сравнить две вот эти позиции в Старом и в Новом ГОСТе, добавилось то, чего в ГОСТе 2003 года не было. Сейчас попробую взять указку. Если здесь речь шла только о библиографирующих учреждениях, здесь добавляется другими библиографирующими организациями и лицами. То есть, когда мы составляем библиографический список, разрабатываем методические рекомендации, теперь мы уже под это действие библиографирующего лица можем подпадать. По структуре стандартов. Изменения произошли внутренние, внешняя структура стандартов осталась та же самая. И первые два раздела – область применения нормативной ссылки. Больших изменений здесь не произошло. Про одно мы уже с вами посмотрели. Нормативные ссылки добавились только несколько новых ГОСТов. Позже я скажу, в каких областях и чего касательно. Некоторые из них. А так, в принципе, эти два раздела остались практически без каких-то серьезных таких изменений. Изменилась внутренняя структура разделов стандарта. Добавилось очень много информации и подпунктов касаемо описания старопечатных изданий, нотных изданий, картографических изданий. Изменения произошли в области описания патентов, но незначительные. А вот про старопечатные, нотные и картографические издания добавилось, и электронные ресурсы добавилось много новых подпунктов. Поэтому оно немножко расширилось значительно. По сравнению со старым ГОСТом. И изменения произошли в области терминологии. И по содержанию нет отдельного раздела электронные ресурсы. Обратите внимание, есть одноуровневые, многоуровневые библиографические описания. Составная часть ресурса – это то, что раньше было аналитическим библиографическим описанием статьи и главы из книг и так далее. И сборников отдельно раздела по электронным ресурсам нет. Они прошиты во всех этих разделах 5, 6, 7 и 4 общеположения есть, которые касаются электронных ресурсов. Поэтому их нужно выбирать. То же самое с патентами. Не очень это удобно для быстроты поиска. Поэтому я вот такой вот навигатор по пунктам, по разделам начала делать. В конце я его вам покажу. В принципе, делала для себя. Так удобнее ориентироваться. Если понравится, мы продолжим эту работу. И за октябрь я вам более подробно еще... Остальные части этого навигатора тогда доработаем, и я вам его отдам. По терминологии. Вот в терминологии произошли у нас изменения. Про табличку эмоций не совсем поняла. У меня такой таблички вообще нет. Это Марина Якимова. Это вы у себя убирайте. Это табличка, которая доступна пользователям на каждом своем устройстве. Возможно, где-то мышка встала, и просто попробуйте ее подергать, и она уберется. Потому что у меня все в порядке. У меня никаких эмоций нет, кроме положительных, но не на экране. По терминологии. Если в предыдущей версии стандарта все ключевые определения, термины были оформлены в виде ссылок на другие официальные документы и ГОСТы, и занимали буквально одна строчка, вот так и было в ГОСТе 2003, то в 18-м здесь все важные определения и термины собраны в третьем разделе. Помимо ссылок на ГОСТы и количество ГОСТов, вот обратите внимание, то, о чем я вам говорила, добавляются новые ГОСТы, вот они здесь тоже появились. В старом ГОСТе было у нас их сколько там, три, а здесь аж пять ГОСТов. Два дополнительных появилось. И появился список новых терминов с соответствующими определениями. Впервые в новом ГОСТе применяется определение ко всем видам источников информации на всех видах носителей как ресурс. Если раньше был документ, теперь у нас уже ресурс. Если в прошлом ГОСТе единицы хранения были разные документы, рукописные, изданные, неизданные, размещенные на разных носителях информации, то в новой редакции на смену документов пришел ресурс. Искусственно созданный или природный объект, являющийся источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, на любом физическом носителе. Выделены виды ресурсов. Помимо знакомых нам уже по старому ГОСТу монографические, сериальные, одночасные, многочастные, многочастные монографические, комплектные, добавились еще новые виды ресурсов, комбинированные, интегрированные, электронные и мультимедийные. Каждому из этих терминов, каждому из этих определений ресурсов дается свое определение, дается расшифровка. И вот здесь, коллеги, обращаю ваше внимание. Пожалуйста, когда вы приступаете к составлению библиографического описания, библиографической записи, на тот или иной ресурс, который относится, особенно к новым видам ресурсов, что-то связано с электронным, вообще всю работу с ГОСТом, с поиском нужного образца, нужных правил, начинайте, пожалуйста. Я поняла вот одну, за последнее время, было несколько у нас таких консультаций, я поняла одну вещь. Очень часто мы, не задумываясь о том, на что мы делаем описание, что за источник, с которым мы имеем дело, сразу бросаемся искать образец описания, что-то типа вроде подходящее. Не делайте, пожалуйста, так. Сначала определите, что у вас в руках или у вас на мониторе. У меня электронный ресурс. Замечательно. Какой? Смотрите, даже электронный учебник может выглядеть по-разному. Это может быть оцифрованная версия печатного издания. PDF-файл, загруженный на сайт. Или загруженный в EBS. Электронный учебник, электронный учебник. Раньше в ГОСТе 2003 мы писали электронный ресурс. И сейчас мы будем писать текст электронный. Но это один вид электронных учебников. А может быть у вас мультимедийный, например, ресурс. И тоже будет электронный учебник. Но только это текст, который залит на сайт. Есть какие-то видеоролики, есть подкасты, есть аудиофрагменты, есть изображения, есть интерактивные изображения, интерактивные тесты. И вот эта вся экосистема, это тоже электронный учебник. Это тоже он учит. Он не имеет PDF-версии. Это скорее здесь относится либо к интегрируемому, либо к мультимедийному ресурсу. Поэтому очень важно вот здесь не торопиться, открыть, почитать, посмотреть. И исходя из этого уже искать те положения ГОСТа, которые могут помочь нам сделать описание. Есть у него печатная версия или нет. Это просто переложенный в PDF-файл печатный учебник. Или нет, или это что-то совершенно другое. И вот тогда уже мы сужаем область поиска внутри самого ГОСТа. Мы будем искать то, что нам необходимо именно к нашему источнику. Мне надо сделать описание на статью, на журнал. На журнал целиком выясняется, что нет. Оказывается на статью. Но так это совершенно другой раздел. В самом ГОСТе. А ищем совсем не там, ищем там, где дается описание книг. То есть сначала, пожалуйста, на этот пункт, третий раздел терминологии, обратите, пожалуйста, внимание очень внимательно. И работу с ГОСТом, поиск правил и образцов описаний, начинайте с самого простого. Не торопитесь. Определите, что за ресурс у вас в руках, с чем вы имеете дело. И только после этого можно приступать уже к дальнейшему поиску и дальнейшей работе. Это один из пунктов, который может сократить нам вот эти расходы наших нервных клеточек. Надежда Панасенко. Обязательно ли указывать текст электронный и непосредственный для списка литературы? Сразу скажу нет. Сейчас я вам покажу, почему. Дойдем до списка элементов. Это не обязательно. Он не относится к обязательным элементам. Но есть одно но. В некоторых случаях для некоторых источников это обязательно в списке литературы делать. Скажем так, не обязательно для всех источников, но для определенной части указанных источников в списке литературы это делать нужно. Сейчас дойдем, я вам покажу, почему. Ну и большое внимание в новом госте уделено именно электронным ресурсам, поэтому, пожалуйста, на этот момент обращайте внимание. Да, появилось новое определение. Если у нас был раньше ресурс удаленного доступа, сайт в интернете, все, что мы берем онлайн, статья с сайта в интернете, книга в электронной библиотеке и так далее, то сейчас появился новый термин – электронный ресурс сетевого распространения. Это тот же самый удаленный доступ. Точно так же, как поменялось у нас аналитическое описание, теперь стала составная часть ресурса. И по общим положениям. Прямо пройдемся. Вот такую я вам небольшую выписку сделала. Чего нового, чего старого в новом-старом госте, что осталось, что еще добавилось по одному только разделу, по четвертым, там, где собрано общее положение. Структура госта такова, что старого, что нового. В четвертом разделе собираются общие положения, касающиеся всех библиографических описаний, всех библиографических записей, вне зависимости от того, для какого вида ресурсов. Ну, определенные пометки там внутри пунктов, они могут быть. Для каких это предназначено. В принципе, это общие правила. Пункт 4.1. Определение, что такое библиографическая записи, описание осталось. Добавилось в новом госте еще... Добавился дополнительный гост для составления аннотации и рефератов. Это больше интересно и важно для библиографов и библиотекарей, ну, просто имейте в виду, да, если вдруг вы в своей работе с этим столкнетесь, дополнительный гост туда добавлю. Объекты составления описания. Здесь тоже сильного изменения не произошло, кроме добавления фразы про информационно-телекоммуникационные сети. То, чего раньше не было. Добавилось. Объектами составления описания являются источники на любых документно-ресурсы, на любых физических носителях и или в информационно-телекоммуникационных сетях. И далее сказано про интегрируемые ресурсы, электронные ресурсы, микроформы и ряд других. Но из нового госта ушло упоминание трехмерных искусственных или естественных объектов. Их заменили просто на слова «другие ресурсы». Небольшое упрощение такое произошло. Изменилось местоположение определения одночасного и многочасного ресурса. Коллеги, обращайте, пожалуйста, тоже на это внимание. Про многочасные ресурсы у нас прям отдельный вебинар будет. С ним поработаем. Одночасные и многочасные ресурсы – это отдельная книга и собрание сочинений. Многотомные издания. Сейчас просто упрощено в двух словах говорю. Поэтому, если вы ищете что-то, связанное с библиографическим описанием одного тома из многотомника либо полного собрания сочинений, ищите слова «многочасный ресурс» и «многоуровневое описание». Либо «одноуровневое описание», но «многочасный ресурс». Определения понятий стали более понятные, упростились, и в новом ГОСТе все, что касается определения одноуровневых и многоуровневых описаний, переехало в пункт 4.11. Раньше было в пункте 4.3. Теперь вот они про уровни описаний на одночасные и многочасные документы. Здесь немножко изменилось место расположения, место жительства этих описаний. По составу областей библиографического описания также в пункте 4.4 в ГОСТе 2003 изменилось. Сейчас это пункт 4.3. Источником информации является весь документ или весь ресурс в целом. Вот это положение осталось в обоих ГОСТах, поменялось только название, документный ресурс. Что в случае необходимости могут привлекаться другие источники, находящиеся вне ресурса, тоже осталось. Предписанный главный источник информации, элемент ресурса или документа у нас осталось. Только поменялось в 2003 году было основные, главным источником информации назывался элемент документа, содержащий основные выходные или аналогичные им сведения, выходные данные или аналогичные им сведения. Теперь это просто формулировка поменялась на идентифицирующие сведения. И для электронных ресурсов добавилась ссылка еще на один ГОСТ. Для печатных изданий титул и заменяющий его оборот титульного листа предписанный источник информации. Информация с оборота титульного листа теперь в квадратные скобки не берется. В старом ГОСТе напрямую такого вот прям правила не было и в новом, и в старом. Просто говорится, что предписанный источник информации это титульный лист. А титульный лист это титульная страница и оборот титульного листа. Но в примерах и в образцах старого ГОСТа, например, в сведениях об ответственности, где информация бралась с оборота титульного листа, там давалась, эта информация давалась в квадратных скобках. Все, что мы берем не из предписанного источника информации, мы берем в квадратные скобки. И вот это вот шло по всему ГОСТу. Поэтому как бы явно не было прописано, но явно давалось понять, что все, что мы берем не из предписанного источника информации и с оборота титульного листа ставим в квадратные скобки. Теперь этого нет. Все, это устранили вот эту вот вещь. Квадратных скобок нет. Все, что берем с титула и с оборота титульного листа пишем без квадратных скобок. И сведения приводятся в той же форме, как приведены в источнике. Это тоже в обоих ГОСТах сохранилось. В разделе «Язык и орфография» произошло такое смещение, небольшое изменение сместились по нумерации и по сокращениям тоже у нас изменились номера пунктов. Какие, я вам здесь тоже на слайд вынесла и в навигаторе это тоже у нас будет. Что у нас осталось без изменений? Без изменений остались знаки, предписанные пунктуации. Обращаю ваше внимание, вспоминаем, что знак «точка тире» это один знак и что точка и запятая не отрываются от предыдущего слова. Все остальные знаки через пробелы, отделяются пробелами с обеих сторон. Это делается для того, чтобы отделить библиографический знак от грамматического. Здесь все в порядке, как было, так и осталось. Знаки, слава богу, не поменялись и место их расположения тоже ставим ровно так же, как мы ставили по старому ГОСТу. А вот в областях описания, в их составе и структуре и в порядке следования есть парочка новаций. Не очень страшных, но есть. Они приведены и в четвертом разделе, приведены в области описания, и их подробная табличка приведена, дана у нас в разделе пятом, 5.1. Так, сейчас, коллеги, вижу вопрос, пока не перейдем. Можете пока познакомиться, насладиться зрелищем областей описания. Я посмотрю, что у нас за вопрос здесь появился. Вот этот ГОСТ 732 на что-то... Ага, Юлия Бирюкова спрашивает. Нас в УЗе очень запутали преподаватели, студентам для написания ВКР рекомендуется ГОСТ. Отчет ОНИР, структура правила оформления. Мы учим оформлять литературу по ГОСТу 18-му, как быть. Юлия не совсем поняла, к кому вы относитесь, к преподавателям, к студентам или к библиотекарям-библиографам. В любом случае, здесь нужно обращать внимание. Да, могут быть исключения из правил. Я не знаю, что за направление подготовки у студентов, если у них курсовой работой является отчет о научно-исследовательской работе, то тогда да, тогда нужно смотреть в первую очередь на те правила, которые приводятся там, а для недостающих примеров и образцов уже обращаться к ГОСТу 18-му. Здесь... Все, поняла. Спасибо, Юлия. Значит, смотрите, здесь нужно поговорить с преподавателями, во-первых, с деканами по направлениям подготовки, потому что, да, у некоторых студентов могут быть особенности в оформлении их работы. Не все пишут текстовые ВКР. Это может быть оформление чертежей, это может быть курсовая или дипломный проект в виде отчета о научно-исследовательской работе. Тогда вы за основу берете вот тот ГОСТ 17-й, да, 7.32.17, отчет АНИР, и с учетом нового 2018 года ГОСТа, там, где идут в 17-м ГОСТе отсылки к ГОСТу 2003, меняете эти отсылки на ГОСТ 2018, прописываете эти образцы и учите их уже вот по... Обязательно нужно составить методические рекомендации, согласовать это с деканами, с научными руководителями, с выпускающими кафедрами и обучать не только студентов, но и преподавателей. Да, почему мы взяли этот ГОСТ? Откуда это появилось? Почему вдруг вот это вышло? И проводить сначала для научных руководителей такое обучающее мероприятие, а потом уже для студентов, чтобы не было нестыковок уже на последнем этапе, когда перед защитой начинаются беды. Ирина Зотова, да, вот еле... Пока так, если... Надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Смешения, да, могут быть там, где идут особые виды выпускных, квалификационных работ, дипломных или курсовых проектов. Поэтому здесь нужно вот, да, вот такую вот интеграцию, не интеграцию, как сказать, кооперацию. Без этого, да, без этого будет... Учим немножко не тому, что потом с них спрашивать. Лучше вот в такую кооперацию, войти в коммуникацию с научными руководителями, с деканами и сделать одно общее, одни общие рекомендации. Тогда это да, тогда это поможет. Ирина Зотова. Ну, в любом случае, мы будем обращаться все равно к ГОСТу, 18-му, когда возникают какие-то частные случаи, требующие пояснений. Будет ли запись... Да, запись вебинара обязательно будет. Посмотреть можно все в бесплатном формате. Всегда для вас 24 на 7, 52 и пожизненно. Ссылку на канал я вам даю. Запись будет у нас здесь. Так вот, про области описания. Надеюсь, что насладились зрелищем. Теперь у нас не 8, как в ГОСТе 2003, а 9 областей. И вот отсюда у нас из области заглавия и сведения об ответственности уехал один элемент. И он стал областью вида содержания и средства доступа. Вот то, что мы здесь писали после сведений, относящихся к заглавию. Помните, в квадратных скобочках электронный ресурс или в квадратных скобочках текст. Вот теперь мы этого здесь не пишем. Оно стало самостоятельной областью, переехало вот сюда. Поменялись названия некоторых областей. Что изменилось, я вам пометила зеленым. Как оно было, как оно стало. Ну, а часть областей у нас осталась, как и было. Ни название, ни их место не поменялось. Добавилась новая область, ну, чтобы всю структуру не рушить. Вот это вот самая страшная вещь. Это вот то, о чем у нас спрашивала Надежда Панасенко. Обязательно ли укаживать. Вот текст электронный, текст непосредственный. Они как раз относятся вот сюда, к области вида содержания средства доступа. А вот теперь по элементам. Еще одно новшество, которое у нас появилось, которого не было в 2003 годе. Гости. Изменился состав элементов и описание их вида. Если было два вида, то теперь у нас их стало три. Были обязательные, которые необходимы для идентификации документа. В любом описании они должны присутствовать. И факультативные. Они несут дополнительную характеристику ресурса и дают, ну, какие-то дополнительные нюансы раскрывают для того, чтобы нам получить более полную информацию о ресурсе. И набор факультативных элементов мог определяться нами самостоятельно. Обязательно мы должны указывать, хотя и обязательно мы тоже пропускали некоторые. Иногда это имело смысл делать. Например, когда мы обучаем, проводим обучение для учащихся. Средняя школа. К реферату сделайте список источников и загружать их сразу полным или расширенным описанием с факультативными элементами, СБНами и прочим-прочим, наверное, смысла большого нет. Ну, если только не ставите задачу их напугать и навсегда отбить охоту и желание создать образ библиографии как страшного зверя, непонятно для чего существующего. Тогда да. А так лучше начать с самого простого. Автор, название, место издания, издательство, год и страница или сколько страниц в этой книге. Хотя бы с этого. Научиться делать это, постепенно будем добавлять элементы. И вот в этом случае, да, некоторые обязательные элементы, такие как международный стандартный номер или идентификаторы ресурса, мы можем опускать на первых парах, потом постепенно их добавлять, чтобы не создавать такого ужаса-ужаса. И требование, которое было в 2003 густе к спискам источников и сохранилось в 2018, это единообразие. То есть набор факультативных элементов, а теперь и факультативных, и факультативных мы можем вообще опускать теперь с чистой совестью условно обязательных, для одного массива должен быть одинаков. То есть для одного списка источников у нас должны быть одни и те же элементы к использованию. Другой вопрос, есть они в источнике или нет. Если нет, мы их, естественно, опускаем. Но что мы должны указать? Вот этот набор должен быть одинаков для всего массива. Я не могу в одном описании указывать, там, не знаю, СБН, да, в другом описании не указывать в одном списке источников. Или там ДОИ, условно обязательный элемент. Захотел-указал, захотел-не указал. Другой вопрос, есть он в источнике или нет его в источнике. А теперь у нас появился третий набор, условно обязательные элементы, третий набор элементов. Они необходимы для идентификации ресурсов в том случае, когда обязательных нам не хватает. Раньше, когда не хватало, мы бежали к факультативным. А теперь говорим, нет, ты сначала посмотри вот здесь, в условно обязательных, а потом уже подумай, надо те факультативные добавлять или не надо. Чаще всего не надо. Поэтому упростилась работа по формированию вида описания по полноте. Раньше у нас было два вида элементов, но три вида описания, кратко расширенные и полные. Теперь стало проще. Добавилось условно обязательные, краткое – это только обязательное, расширенное – это обязательные и условно обязательные, и полное – это вообще все. Полное описание в основном применяется для государственных, национальных библиотек, для национальной библиографии, для баз данных и так далее, для каталогов, картотеков, и то не всех. Для региональных библиотек, например, рекомендуется краткое или расширенное описание. Расширенное в основном для специальных случаев, когда нужно внести некоторые элементы, чем отличается данный конкретный ресурс для его идентификации. Например, в тех же списках источников спрашивали про текст, электронный текст, непосредственный, или текст и электронный ресурс. Это условно обязательный элемент, мы можем его указывать, если у нас, например, один массив наших источников в списке работ состоит из неравных частей. Например, большая часть, а это обычно в требованиях прописывается, большая часть – это печатная работа, научная литература, периодика и так далее. И электронные ресурсы должны занимать какую-то меньшую часть. Вот для меньшей части, и если это так, то для меньшей части мы тогда и пишем текст электронный. Если наоборот, ну, такова специфика, например, что большинство источников у нас будут электронные ресурсы, ну, какая-нибудь IT-специальность, а меньшая часть будут научные работы, публикации, печатные труды. Вот тогда мы для большинства ничего не пишем, а текст непосредственный пишем для меньшинства. Чего меньше в списке источников, вот для того мы вот этот элемент и используем, и записываем. Поэтому, в принципе, он не обязателен, но с учетом вот этих моментов. Если это касается выпускных, квалификационных работ, дипломных работ, магистрских, вот это правило меньшинства действий. Для меньшинства прописываем, чтобы он отличался от других. Расширенные, краткие описания, ну, вот в основном они. Ну, иногда мы включаем, используем расширенные описания, добавляем обязательно вот этот элемент для списков источников студенческих, особенно магистрских работ. И по элементам. Я вам тоже сделала такую выборку по ГОСТу 2018. Если нужно будет по ГОСТу 2003, в принципе, это тоже можем сделать. Мне только потом вечером, читая сообщение в чате, в конце встречи про сигнальте, я вам его покажу. Я его возьму на заметку и вам сделаю такое по ГОСТу 2003. Обязательные элементы. Условно обязательные элементы, поэтому, когда составляете методические рекомендации, очень удобно отсюда вот прям сразу выбрать, прям сразу выбрать, да, и что будем использовать, что будем не использовать. И факультативные элементы. Вот чаще всего это мы просто опускаем. Для студенческих работ, то уж точно, и для учащихся. Ну, и вот, смотрите, вот ваш вопрос был у нас про вид содержания. Вот он, условно обязательный элемент. Вот он новый у нас добавился. И по сокращениям буквально пара слов. Сокращение стало меньше. Идет такой курс на сокращение и минимизация. Хотя в самом новом ГОСТе и прописано, что полностью все, всеми словами расписываем, только для государственной, национальной библиографии. Можно будет посмотреть этот, все данные в библиографическом описании могут быть представлены в полной форме. Могут быть представлены в полной форме. При необходимости разрешается применять сокращение слов и словосочетаний, пропуски элементов и так далее. Указываются ГОСТы для сокращения отдельных слов и словосочетаний. Все это есть в новом ГОСТе. Ну, сокращение, кроме области вида содержания средства доступа и сокращение в заглавии не допускаются. Ну, кроме отдельных случаев, когда мы можем сократить слишком длинное заглавие. Но об этом попозже, в октябре об этом уже поговорим. Пропуск элементов. Но все примеры, все наши, все примеры, все образцы в новом ГОСТе, они приведены с этим учетом. Все в полной форме. Поэтому как бы это воспринимается как указание к действию. Идет тенденция к минимизации сокращений. Поэтому пишем все полностью. С одной стороны, ой-ой-ой, сколько много букв теперь писать. С другой стороны, вот от студентов я слышала, что а это даже лучше. Я говорю, почему? А не надо думать, как чего сократить, а то потом сидеть с этими еще дополнительными ГОСТами. Я все словами написал и все. А в принципе, он прав. Как сокращать? Межнар, междунар, меж... Меж... Последний вариант меня просто убил, встретился в одном примере. Междун. Я говорю, что за междун? А это международная конференция. Ну, ничего себе, человек сократил. А в ГОСТе посмотреть? Да вы что, это еще один ГОСТ. Это еще один ужас и страх. Поэтому, может быть, даже это и хорошо. Пусть пишем в полной форме. Сведения, относящиеся к заглавию, сокращения по минимуму. Может быть, даже это и к лучшему. Ну, по крайней мере, с одной стороны, студенты бурчат, что стало больше писать букв, но с другой стороны, оно как-то... А знаете, говорит, а даже как-то полегче стало. Не надо ломать голову, как правильно сократить. А потом, да, все же делается в последний момент. Обязательно мы здесь, допустим, какие-то ошибки. Поэтому вот по поводу сокращений, да, смотрите, смотрите здесь. И лучше их как можно меньше использовать. Место издания, сразу скажу, пишем полностью. Это точно. И в старом ГОСТе это тоже было. Но в образцах было сокращение Москва-Санкт-Петербург. И поэтому это вот как-то у нас еще до сих пор присутствует. Место издания полностью прописываем. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и так далее. Теперь пишем полностью. По области заглавия и сведений об ответственности. Это вот что касается сокращений. Да, и по поводу языка. В четвертом разделе в конце есть целый такой хороший кусочек ГОСТа, который посвящен орфографии и языкам библиографического описания. Вот туда обращайтесь, пожалуйста, если у вас встают вопросы, на каком языке сделать или как перевести, не перевести. Там эти положения указаны. По области заглавия и сведений об ответственности. Источник, еще раз, титульный лист, оборот титульного листа. Сведения, относящиеся к заглавию, старайтесь писать без сокращений. Хотя напрямую ГОСТ не запрещает, но и примеры и образцы в полной форме тоже приводят, наверное, просто так. Общее обозначение материала, вот этот элемент у нас переехал, стал областью вида содержания условия доступа, его теперь нет. И сведения об ответственности. Правило трех заменено на правило пяти. Что это такое, сейчас вам покажу. Ну, сведения, относящиеся к заглавию, сюда переносится другое заглавие, которое грамматически не связано с основным заглавием. Ну, например, Петр Первый, медный всадник. Петр Первый – основное заглавие, а медный всадник – это как бы второе заглавие. Но они как бы существуют сами по себе, они никак не связаны. Если бы был Петр Первый или медный всадник Петербурга, ну, вот здесь да. Это было бы одним заглавием. А здесь мы его выносим в сведения об ответственности и записываем за двумя точками. Сокращение минимизируем, лучше их вообще убрать. И изменения значительные коснулись части описания законодательных нормативных ресурсов. Данные о введении, одобрении и изменениях. Теперь у нас переехали из области специфических данных в область сведений, относящихся к заглавию. Записывается схема вот так. Вот эти черточки, это я вам пробелы отмечаю, что знак отделяется пробелами. Вид нормативного акта, федеральные законы и так далее. Вот федеральные законы точно с большой буквы не забываем писать. Хотя по правилам после двоеточия мы должны писать с маленькой буквы. Вот принят, одобрен, но название федеральных законов с большой буквы. И вот он выглядит, вот заглавие. Дальше первое двоеточие пошло обозначение документа, что это такое ресурса. Потом дата введения принятия, опять двоеточие, когда было сделано. Сведения о ресурсе, вместо которого введен принят, у нас здесь было еще, кем был одобрен, тоже вот принят отдельно, одобрен отдельно. Если у нас есть сведения об этом ресурсе, вместо которого принят, мы опять же делаем пробелы, двоеточие и пишем. Принят вместо упраздненного закона. Вот для патентов, для стандартов та же самая схема действует. Причем, если мы делаем описание под заголовком, для стандартов, например, вначале мы написали, здесь у нас под заглавием начинается название документа, а мы можем сделать под заголовком. Написать, например, российская федерация, точка законы, точка, вот это будет заголовок, место фамилии автора. А дальше уже пошло название. Вот такой порядок рекомендуется сейчас в новом ГОСТе. Опять же, либо так, либо так мы можем принять решение и делать, но имейте в виду, что в ГОСТе рекомендуется вот такая форма записи под заголовком законодательных нормативных актов. Вот эта схема нам более знакома, понятна. Чаще всего мы так и делали. Можно остаться и на ней, только в методичке не забудьте это прописать. Приказы и распоряжения. Смотрите, как написано в самом документе. В основном это касается федеральных законов, Конституции, то, что пишется с большой буквы. Если приказ президента или указ президента идет с большой буквы вообще в самом документе и в текстах, то да, тогда пишем с большой буквы. Наверное, да. Государственные законодательные акты, скорее всего, так. Если просто смотрите, опять же, в сам источник, как там написано. Распоряжение с маленькой буквы или распоряжение по тексту везде пишется с большой. Если с большой, то да. И под просголовок у нас тоже будет отдельный вебинар. Мы там немножко в декабре, по-моему, мы про них тоже поговорим, как они формируются. Вот два варианта. Обратите внимание, вот он, тот самый пример, когда у нас часть информации записана в квадратных скобках. Это значит, что в предписанном источнике информации этой информации не было. Мы ее откуда-то из других мест документа или вообще извне документа, но получили. Тогда мы ее ставим в квадратные скобки. Что это вот мы сами дописали. И так что вот такое вот нововведение. Что мы теперь пишем в сведениях об ответственности. Соответственно, в области специфических данных мы второй раз эти данные не повторяем. Про заголовок. Если бы у нас здесь вместо законов был бы ГОСТ, то вот здесь мы бы написали ГОСТ Р7-1-100-2018. Дальше у нас пошло бы вот здесь название. Библиографическая запись, библиографические описания, тэ-тэ-тэ-тэ-тэ и требования к оформлению. И вот здесь обозначение, вот этот элемент мы бы пропустили. Мы уже можем пропустить. Потому что мы уже здесь в заголовке написали обозначение ГОСТ, такой-то, такой-то, такой-то. Значит, вот это обозначение мы второй раз сюда не пишем. Это касается технических условий, стандартов для того, чтобы, ну, два раза не писать. Да, законодательным актом здесь немножко по-другому. Так, что-то у нас там вопрос. Валерия Лемская, подскажите, пожалуйста, если какие-то инструменты наподобие ДНОТ или ВОЗ генерируют списки литератур по ГОСТу. Хороший вопрос. Валерия, обрадую. Нету. Нет, есть варианты. Есть Менделей, библиографический менеджер. Есть ДНОТ. Можно смотреть. Кто-то еще мне попадался был, но смотрите, какая штука. Если это ресурс зарубежный, во-первых, они не очень-то в наших ГОСТах разбираются. Вы посмотрите, пожалуйста, у нас были вебинары, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году, как раз по генераторам ссылок и описаний. Такого вот идеального инструмента, который прям вот раз и все, такого, к сожалению, нет. Все равно приходится потом форматировать, приходится подправлять под те требования, по которым вы должны составлять свой список источников. Облегчить в каком-то смысле может, но нужно смотреть очень внимательно. На знаки припинания, там знаки, предписанная пунктуация, припинание это вы поставите. Там очень часто бывает не в те области записывают. И потом, для того, чтобы в нужное пуле ввести нужную информацию, надо еще понимать, что это такое и чего мы должны получить в результате, чего я хочу получить. Иначе вы получите такое, что ни в один ГОСТ точно не влезет. Поэтому, тем более, по ГОСТу 2018 точно пока еще нет. По 2003-му попадались. Но вот прям идеальный пока мне еще не встречался. Вот так, чтобы я сказала, о, суперкласс. Поэтому пользоваться можно, Валерий, для такого быстренько составить. Но потом вам все равно придется это все пересмотреть. Поэтому знание основ библиографии для небиблиографов важно. Вот те самые начальные знания, о которых мы в октябре поговорим. То есть вы пробежались и увидели, чего так, чего не так. И вы быстро поправили. Но основной массив у вас уже забит. Самое главное только, опять же, пробуйте и смотрите. Структуру соблюдает, знаки правильно расставляет. Если все окей, тогда берете, пользуетесь. Но, опять же, доверяй, но проверяй. А для этого надо вот эти элементарные вещи знать. Если этого не знаем, можно очень хорошо попасть на то, что вам потом все придется заново делать уже без генератора, уже самостоятельно. Людмила Иванова, ссылаемся на определенную редакцию правового акта. Да, вот сюда. Вместо которого принят, если этого нет, вот сюда о редакции. В какой редакции, вот сюда же в сведения об ответственности записываем. Вот, смотрите, видите, данные о введении, одобрении, изменениях. И вот сюда изменения в последнюю очередь. Вот прям берите эту схемку, вот она здесь. И редакция, это вот сюда в изменения. Изменения от редакции, от в редакции такой-то, это вот туда. Да, и по нашим самым страшным вещам. Да, самый страшный элемент, который всех всегда пугает, про тексты, электронные ресурсы. Страшного здесь ничего нет особо. Теперь у нас это область вида содержания средства доступа. И чаще всего мы пишем текст либо электронный, либо непосредственный. Вот такую табличку-подсказку я вам сюда сделала. Можете собирать ее и использовать. Да, через точку-тире, вот на какой вид ресурса, что обычно пишется, вид содержания средства доступа. Если мультимедийный, то как пишем, кстати, для мультимедийного есть еще одна хитрость, где можно сократить вообще с этим, не мучиться. И вот это вот длинное можно заменить совершенно двумя словами. Как это делается, когда? Вот в октябре я вам расскажу, когда про электронные ресурсы будем говорить. Обязательно на этом моменте остановимся. Очень классная вещь. Поэтому я очень люблю мультимедийные ресурсы. Художественные фильмы, музыкальная звукозапись, аудиокнига, обратите внимание, как пишется. Ну, карты Атласа сюда попались, так пусть уж и будут. В основном вот то, с чем мы имеем дело. Печатные издания, электронные публикации, книга ВБС, аудиокнига, ну и вот видеозаписи. Вот эти вот подсказки я вам сюда даю. Ну и такая небольшая рекламно-веселая пауза, где теперь мы что пишем. Вместо текст, вот здесь, после сведений, относившихся к заглавию, перед косой чертой сведений об ответственности, мы уже не пишем текст, это по ГОСТу 2003, мы пишем вот сюда, в конец. И электронный ресурс тоже самое. Вместо электронный ресурс мы пишем текст электронный в конце. Но есть одна хитрость, когда вот эти обозначения, эти элементы у нас оказываются в середине описания. Вы с этим наверняка сталкивались. Вот это уже относится к описаниям составной части ресурса. Такой вебинар у нас тоже будет. И про этот момент мы там тоже еще раз повторим и поговорим. И, наконец, правило трех. Сведения об ответственности. Если раньше, если авторов было от одного до трех, мы указывали по старому ГОСТу всех трех авторов, либо такой вот вариант еще применяли, указывали первого и писали и ДРЭ. Ну, вообще по ГОСТу полагалось всех трех указать и все. Ну, такой вариант тоже допускался. По новому ГОСТу, если авторов от одного до четырех включительно, мы указываем за косой чертой всех. Ну, даже если и по первому ГОСТу, по прошлому ГОСТу мы указывали, как положено, всех авторов, все равно их было три, а теперь допускается, а потом мы должны были писать и ДРЭ, то теперь мы пишем всех четырех авторов. Мне, как вечно четвертому автору в списке, это, в общем-то, очень даже хорошо и нравится. Если авторов больше четыре и более, мы писали вот так. Первый из группы и другие. Теперь мы пишем первых трех и если авторов пять и более и добавляем в скобочках и другие. И организации, которые мы указывали в сведениях об ответственности. После авторов, после редакторов. Если организации три и более, пишется первая и также ставятся и другие. Но одной организацией является все название со всеми регалиями, со всеми ордена Красного Трудового Знамени и так далее. Вот это все записывается в организацию. Опять же, будете вы это указывать или нет, это вторичные сведения, это будет зависеть от вас. Можно и не указывать. Но первичные сведения об авторах мы указываем точно. В области издания тоже произошли некоторые изменения. В принципе, правила остались те же самые. Мы также указываем второе, третье, пятое, десятое издания. Указываем арабскими цифрами. Вот здесь сокращать уже можно. Мы не пишем словами полностью. Издание мы можем сокращать. Даже в новом госте это сокращение есть. Переработанное, дополненное. И в 2018 году добавилось то, чего здесь изменений по сути очень практически-то и нет. Оно как было, так и осталось с третьим ГОСТом. Но добавились новые пункты. Вот я их вам сюда тоже выношу. Про старопечатные монографические издания, нотные ресурсы. Добавились в предписанные источники информации. Добавились еще предписанные источники информации. Откуда брать информацию для этого раздела. И вот такие пункты. Как указывать области издания для этих видов ресурсов. Обратите внимание, мультимедийные и аудио-видеоресурсы здесь у нас тоже появились. Специфическая область материала или вида ресурса. Эта область у нас не относится к обязательной, кроме патентов и электронных... А нет, это примечание, патент электронные ресурсы. Вот они отсюда переехали в другие области. Нормативка, технические документы, электронные ресурсы, сведения, относящиеся к заглавию. То, что мы смотрели с вами для законов. Вот это ушло туда. Здесь специфическая область у нас для сериальных, картографических, нотных изданий, для ТУ, стандартов, патентов и электронных ресурсов, то, что было в ГОСТе 2003. Теперь только вот для этих видов изданий. Все остальное у нас переехало. Область публикации, производства и распространения. Бывшие выходные данные. Что у нас здесь? Обязательными элементами являются первое место издания, первый издатель и дата издания. Например, вот здесь. У нас два места издания, два издательства. Вот они. И год. Мы можем взять первое место издания, первое издательство и год. Второе можем опустить. Значит, для газет, журналов, сайтов, сведения о месте издания и издатели могут быть опущены. Их чаще всего опускают. При этом мы не ставим замену без места, без издательства, не пишем ничего. Ну, вспомните наше обычное описание журналов или статьи из журнала. Когда мы пишем название журнала, там вопросы истории, год, номер, страница. Правильно? Мы не пишем, кто издатель, где он издается. Ну, то же самое для сайтов и газет. Это допустимо. Есть еще вот такие варианты. Очень интересные в гости, кстати. Почему Старгород, место издания? У нас написано в трех вариантах. Да, вроде бы. Абсолютно по-разному. Каким образом? Ой, там целая детективная история. Как можно определить место издания, если мы его не знаем? И какие знаки при этом можно поставить? А это делается очень легко. Иногда мы ставим бездумно, без места, хотя на самом деле место издания можно определить. Есть несколько таких хитростей. Ну, вот в октябре я их вам покажу, и мы с этим примером как раз и разберемся. Почему так, откуда это взялось, и как это легко и просто можно сделать. Найти место издания, если его нет. Область серии и многочастного монографического ресурса. Это то, о чем мы иногда забываем. Но одну область мы с вами пропустили, физическая характеристика. Страницы, как всегда указываем, там больших изменений нет. Таких вот прямо, на которые нужно обращать внимание. А вот здесь у нас, да, во-первых, изменилось название области. Не просто область серии, а и многочастного монографического ресурса. Поэтому, коллеги, сразу обращайте внимание, если у вас идет описание многотомного издания или одного тома, или нескольких томов из многотомника, вот на эту область, это многочастный ресурс. Обратите, пожалуйста, внимание, эту область не упускайте из поля зрения при составлении описания. Обязательными элементами здесь являются основное заглавие серии, академические вопросы, международный стандартный номер серии или подсерии, если он есть в самом источнике, обязательно номер выпуска. Вот так. Вопросы атомной науки, международный стандартный номер серии, вот этой серии, и выпуск. По международному стандартному номеру мы можем найти саму серию, и внутри мы уже можем найти нужный нам выпуск, часть том и так далее. В области примечания, вот, про область примечания. Этот элемент является обязательным теперь для ресурсов сетевого распространения. И здесь мы обязательно указываем электронный адрес, дату доступа. С датой доступа здесь, да, вот, смотрите, тоже есть такой момент. А как ее прописывать? Ну, вообще, был у меня такой вопрос, вот сейчас думаю над ним. Саму дату обращения, дату доступа, когда мы скачиваем библиографические описания, например, из электронного каталога, он как-то ее проставляет самоавтоматически. Вообще, это дело того, кто скачивает библиографическое описание. Я, например, из некоторых каталогов скачивала описание, где дата доступа не проставлялась. Просто описание библиографического ресурса, хотя это является обязательным элементом, но я ее тогда уже дописываю самостоятельно. Это уже вопрос разработчиков, какая система у вас стоит. Он должен уже автоматически сам подтягивать эту дату обращения, вставлять в это поле, и при скачивании она уже каждый раз сама будет автоматически проставляться. Это уже технический вопрос, как это сделать. Когда мы составляем описание, мы это делаем ручками. И изменилось у нас основное изменение. Теперь мы пишем не режим доступа, а он разделился у нас на две части. Режим доступа для ресурсов сетевого распространения это условно-обязательный элемент. И теперь вместо одного режима доступа и потом адресная строка, мы пишем режим доступа и пишем URL. Вот адресную строку мы записываем сюда. Так же, как в ссылках мы делали. А вот сюда мы дописываем какие-то особенности. Нужна ли авторизация, не нужна авторизация. То, что считаем необходимым. Примечание о режиме доступа – это условно-обязательный. Можем писать, можем не писать. Тем более, если он будет повторять условия доступности, которые мы пишем в области идентификатора. Там же тоже область идентификатора и условия доступа. Вот там мы их будем писать. Ну, два раза, чтобы не писать, можно опускать. А вот электронный адрес и дата обращения или дата публикации, они являются обязательными. Причем, обратите внимание, для журналов, например, для электронных публикаций мы можем заменять, ну, для патентов, дату обращения на дату публикации. Тогда мы пишем уже не в круглых скобках, а через точку тире дата публикации, тогда-то, тогда-то. Если в самом ресурсе есть возможность установить, когда была опубликована статья. Вот это вот возможный вариант. Поэтому смотрите, возможно, вот кто у меня спрашивал, было обращение на почту, Надежда, Надежда, не помню фамилию, посмотрите, может быть, для каких-то источников, для своего каталога вы можете использовать не дату обращения, а писать дату публикации. Она уже будет одна. Вот когда опубликовали, тогда и опубликовали. Область идентификатора, да, и в электронных журналах дату публикации можно заменять. Ну, на сайтах тоже, если указано, почему нет, можно. Да, и еще, коллеги, обратите внимание, что область примечания, она не только для электронных ресурсов. Туда можно записывать любые примечания, которые у нас появляются, необходимо сделать к самому библиографическому описанию или библиографической записи. Например, мы взяли, помните, у нас был пример, мы в квадратной скобочке записали информацию для закона, которую мы откуда-то взяли. И вот в область примечания мы можем написать, откуда мы взяли. Например, сведения об изменении документа или сведения о публикации документа взяты оттуда-оттуда. В этом случае вот эти комментарии, текст не регламентирован. Вы можете писать его самостоятельно, стараясь покороче. И вот для этого область примечания тоже существует. И область идентификатора ресурса и условий доступности. Обязательный элемент – это ИСБ. ДОИ номер государственной регистрации относится к условно обязательным, но ДОИ очень рекомендую ставить, потому что по этому номеру очень легко искать электронные публикации, журнальные статьи. Это номер, который привязывается не к местоположению текста, а к самому тексту, к самому файлу. Куда бы этот файл не переместили, ДОИ потянет нас за ним. Мы его не потеряем. Развестили мы статью в электронном журнале, поменялся адрес электронного журнала или этой статьи и все. И мы ее по URL, уже по электронному адресу найти уже не можем. Нам пишет «Извините, ошибка». А вот если мы набираем по номеру ДОИ, куда бы ни переместилась эта статья, в какие бы файлы хранилища она не ушла, мы ее уже можем найти. Это идентификационный номер, который привязывается не к месту положения документа, а к самому документу. Поэтому встречайте его, и хоть он условно обязательный, записывайте. И по ИСБНам. Уточнено название области. Изначально она создавалась для одного только номера ИСБН, международный стандартный книжный номер. Потом стали появляться другие номера и коды. ИССН – это международный стандартный номер сериального издания. А вот ИСМН – это для музыкальных изданий. И поэтому ввели такой обобщающий термин – идентификатор, который является обязательным элементом. И в качестве таких идентификаторов вот еще условно обязательный ДОИ и номер государственной регистрации, обозначение, присвоенное производителем ресурса, например, локальные ресурсы, электронные названия, производственные номера какие-то, названия на этикетках. Это все тоже может использоваться как область идентификатора такого ресурса. И сюда же в эту область, стараемся их записывать все-таки, не забывать. И сюда же в эту область еще добавлены средства доступа. Условия доступности. Если в ГОСТе 2003 в основном указывалась цена, другие условия доступа к ресурсу, к объекту, в 2018 году там немножко переформулировали, добавили, это тоже сохранилось, добавились еще условия, дополнительные условия доступа к электронному ресурсу. Вот они пишутся после стандартного номера через двоеточие и относятся к ресурсу в целом, к ресурсу целиком. Например, когда требуется платная подписка, внести там 100 рублей, по подписке цена 100 рублей, доступ по подписке. Поэтому либо мы эти сведения указываем ранее в области примечаний, там, где у нас идет режим доступа, либо указываем здесь после ИСБНа. Дважды, ну, дублировать, наверное, не надо, но где-то у нас это должно прозвучать. Либо режим доступа, либо в условиях доступности нужно заплатить, нужно зарегистрироваться, нужно еще что-то сделать. И только тогда мы получим доступ. Вот про этот элемент тоже не забывайте. Если свободный открытый доступ, мы ничего нигде не пишем. Но если есть какие-то ограничения или условия, вот тогда их нужно обязательно здесь прописать. Ну, вот, коллеги, мы с вами прошлись по основным положениям пятого раздела. Почти половину ГОСТа с вами разобрали. Про электронные ресурсы у нас будет отдельный вебинар в октябре. Там мы уже исключительно по ресурсам пройдемся. Так все, свет у меня уже не выдерживает. И я вам обещала показать, сейчас я вам покажу одну штучку, которую я сделаю, хочу ее вам подарить, если, конечно, вам она будет интересна. Так, надеюсь, что немножко видно. Так, давайте сейчас попробую увеличить. Вот такой вот небольшой навигатор. Так, где у меня теперь здесь? Сейчас его немножко уменьшу, что-то у меня не перемещается. Сначала покажу так, потом немножко увеличу. Основные вопросы. Ну, здесь в основном сделано по областям. Так, вот он на двух страничках. Это по четвертому, пятому разделу ГОСТов в восемнадцатом и третьем. Ну, основное название. Вопрос, что мы ищем про источники информации, про сокращение слов, про структуру состава одноуровневого описания. Меня интересует что-то, область, где возникли вопросы, скажем так. Область выходных данных. Ну, обе я записывала формулировки, старалась записывать через слэш. Как это называется ли область физической характеристики? Где возник вопрос, в какой области описания? И второй пункт – это уже подпункты. То, чего нет в самом ГОСТе. Иногда бывает сложность поиска, связанная именно с этой навигацией. А где это искать? А в каком пункте? А в каком подпункте? А где этот массив информации, который мне нужен, например, по выходным данным? Вот я открываю, смотрю. Ага, 5-й, 5-й, 18-м. И 5-й, 5-й пункт тот же самый совпадает в 2003-м. Отлично. Я открываю нужный ГОСТ, открываю нужный пункт. И вот здесь дальше я смотрю, что мне нужно. А у меня возникли вопросы по издателю, производителю, по названию издательства. Вот не знаю я, как там написать. У меня 144 издательства. Можно их сократить или нет? Куда мне смотреть? Ага, в ГОСТе, в 18-м это 5-5-4, а здесь 5-5-3, 5-5-4. Ага, я посмотрела, какой мне нужен ГОСТ, какой мне нужен подпункт. Быстро открываю, смотрю уже то, что мне нужно. Имейте в виду, что под эти, это не все подпункты. Там может быть 5-5-4-1, 5-5-4-2, 5-5-4-13. Но общие, хотя бы все они относятся вот к всем вопросам, которые связаны с издательством. Ну, хотя бы вот в таком приближении, потому что переделывать ГОСТ, конечно, смысла нет. Но хотя бы такой ориентир по основным вопросам, где чего искать, какие пункты мне нужно открыть. Вот такую вещь по основным положениям и по одноуровневым описаниям, а мы чаще всего имеем дело с ними, я вам сделала. Причем имейте в виду, что все наши электронные ресурсы, сериальные издания, нотные и прочее, они вот здесь внутри прошиты. То есть мы открываем по издателям, например, или там по дате публикации. И сначала рассказывается про печатные издания, потом про те особые виды ресурсов, которые у нас еще есть. Про нотные, про электронные издания. То есть открываем этот раздел и уже ближе к концу ищем, а что там сказано про электронные издания. Про электронные издания я прям такую выборку отдельно еще делала по 18-му, правда, ГОСТу, тоже такой вот отдельный навигатор есть. Ну вот такую штуку я вам хочу, мало того, что показать, еще хотела ее вам дать. Если нужна табличка для скачивания, да, давайте я ее вам сейчас открою, можно скачать, забирать. Надеюсь, что она у нас открылась. Так, сейчас разрешить. Ага, все, открылась. Можно скачивать, забирать. И дальше по октябрьским вебинарам там у нас будет про многочастный ресурс, про электронный ресурс. Я вам такие же еще подсказки, шпаргалки тоже дам. Можете забирать, делать с ней все, что хотите, и все, что угодно. И большая просьба, коллеги, попробуйте с ней поработать, посмотреть. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь потом. Что удобно, что не очень чего хотелось бы. Да, может быть, вы как-то там что-то еще свое добавите. Может быть, другую группировку сделать. Напишите, пожалуйста. Мне это на самом деле очень важно для того, чтобы сделать более более качественную вот такую шпаргалку для вас в помощь. Ну и по вебинарам октября, что нас с вами ждет. У нас сегодня такой небольшой обзорный был. Вспоминали экскурс про ГОСТ 2018-3. А начиная с октября у нас будет 4 вебинара по ГОСТу 2018. Третий тоже будем вспоминать. Поэтому те, кто работает на 2003-м ГОСТе, приходите тоже. Полезная для вас тоже будет. Шпаргалку дальше будем развивать. И мне вот очень важно, чтобы до октября вы до 6-го числа попробовали с ней поработать. Можно в личные сообщения на Фейсбуке мне давать эту информацию, обратной связи. Можно на почту. Можно найти в группе библиографии для небиблиографов. Можно там. В общем, найти и дать. Почту вам тоже дам. И на вебинаре тоже можно будет написать свои впечатления, пожелания. И мы тогда ее доработаем. И получится очень хороший такой инструмент. Полезный для всех. И по вебинарам, что нас с вами ждет. Вот 6 октября мы начнем с основы основ библиографической записи, описание, чем отличаются. Структура, состав, область, элементы. Здесь уже пройдем более подробно. Со схемами описаний, с примерами, с разборами. А более серьезные нюансы и более сложные случаи. И отработку практики мы уже будем делать в январе. И в январе у нас будет курс. Так что вот здесь мы знакомимся. Вот как раз был вопрос про генераторы. Вот это надо знать обязательно, для того, чтобы потом, пользуясь генератором, во-первых, правильно вводить информацию, а во-вторых, понимать, что она вам выдает. Если вы будете знать вот это с 6 октября, да и потом еще закрепите на курсе. С каким бы стилем оформления ссылок и списков источников вам не пришлось работать, вы всегда это сможете сделать. Даже если это на международный стиль оформления, даже если это на иностранном языке, который вы не знаете, вы все равно поймете, какую информацию, откуда вы можете взять, для того, чтобы, даже не зная языка, сделать список источников или оформить референсы для своей работы. Вот такая вот штука. Вот такая хитрость есть. Затем мы проходим, вот то, что я вам говорила, многочастные ресурсы, поработаем с многотонниками, там есть тоже свои нюансы. Составная часть ресурса, инли, аналитическое описание, у нас будет отдельный вебинар. И электронные ресурсы, новые виды медиаресурсов. Вот это вот то, что нас ждет в октябре. А в ноябре мы пройдем тоже по ссылкам. 4 вебинара. Что важно? Знать про ссылки не библиографом, электронные ресурсы, медиаресурсы и ссылки на источники, на иностранных языках. Это бывает особенно. Важно знать, понимать международные стили оформления. Опять же, если мы знаем вот это, мы вот здесь справимся гораздо проще и легче. Стилей оформления много, только общие, таких популярных, международных 8 штук. Все их выучить вообще невозможно. Мы тут с одним-то гостом, дай бог, разобраться. А оформлять нужно. Ну вот посмотрим, как это делается на иностранных языках. Вот такие нас вебинары с вами ожидают. Зарегистрироваться можно по расписанию. Ну и отсюда я вам ссылки тоже. Они активно. Можно сразу на страницу регистрации с презентации переходить. Ну вот, коллеги, на сегодняшний день у нас с вами и все. Вспомнили.